Можно тоже вопрос по поводу, поступали ли сигналы от жителей на службу ЕНТС по поводу инфекционированных возгораний и были ли сигналы также от жителей жалоб, точнее, на неприятные запасы? В последнее время, уже в последнюю неделю таких жалоб не было, но несмотря на это, так решение было принято на рабочей группе. Значит, мы постарались максимально, и та служба, которая согласно действию законодательства занимается данными вопросами, наиболее не разглашая это. На прошлой неделе у нас здесь работало в Министерстве экологии лаборатория. Значит, были сделаны независимые замеры, как на предприятиях, так и в ряде точек города. На следующее ПДС мы приглашаем, значит, руководителя, который находится у нас здесь на территории, именно Журавлева, который озвучит результаты данных, проведения данных лабораторных анализов. А также приглашаем станцию «Озерное», чтобы за прошедший месяц озвучила, значит, мониторинг тех выбросов, которые осуществляются на территории города Балакова. Сколько у нас по ПДК и сколько в ряде было. По факту, произошедшего 5 июня пожаропроизводственных отходов на территории ПАО Балакова резиновой техники, была проведена проверка, в том числе совместно с сотрудниками прокуратуры города Балакова. По результатам проведенной проверки, административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, был привлечен руководитель данного предприятия в виде административного штрафа. Кроме того, в отношении на генерального директора ПАО БРТ направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Задержим. Доклад запрошен. Спасибо. Есть вопросы? Да. Сумма штрафа. Что вы установили? Преднамеренно? Сумма штрафа от 6 до 15 тысяч. Мы не можем говорить про этого человека, про этот свободу позволять. Это его личное дело. То есть факт преднамеренности не было установлено? Не было установлено. А в чем выражалось нарушение? Нарушение. Нарушение прескладируемых данных отходов на территории предприятия. Нарушение требований пожарной безопасности прескладируемых данных отходов. А можно еще спросить, в это же время были возгорания на металлоприемках? Там какие-то есть результаты? Ну, 6 июня, который был озвучен на прошлом ПДС тоже, в случае, то есть там виновник обнаружен, причиной пожара это предприятие по сбору металлолома, улица Промышленная, 9-2. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении разрезательных работ, то есть виновник предприятия пожара, установлен и приключен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Сумма штрафа 1 за 3 тысяч соответствия. Вы сейчас говорите о том, что она была дистанционирована, хотя как бы они сами произвелись и указывают о том, что это было регулярно. То есть, ну, как минимум, в два раза были зафиксированы, они об этом сами говорят. И мероприятия, которые были проведены в преддверии, чтобы пресечь эти возгорания, а не какие с вашей стороны были приняты, или с их стороны были приняты. Я так понимаю, у них своя пожарная часть, там охрана работала по ним. Когда вы там были, были и мы рассматривали место. Мы тоже там. Да, нет. Проверка начата была сразу, ночью, с пятого на шестой часа. Проверка начата была там, с четвертого на пятого было, первого возгорания. Как мы узнали, так мы и стали проверять. Мы можем работать только уже по факту произошедшего процесса. В этой ситуации в целом, в которой людей беспокоили, выбросом, как они говорили, мы пока точку не ставим. Результаты лаборатории, как Андрей Тач сказал, по нашей просьбе, который выезжал на прошлой неделе, и целую неделю работал, мы узнаем в течение этой недели и обязательно продолжим, расскажем нашим жителям, какие замеры и что приведут. Продолжение следует...